Я гинеколог. Терапевт назначил ли пациентке феррумлек? Я продлил курс этой терапии. Ну, здесь, на мой взгляд, встает вопрос или тема даже правового назначения железа и кто, какой врач должен вести таких пациентов. У нас много вариантов, то есть либо это всегда терапевт, либо это гематолог, и часто почему-то с анемиями, с любыми, начинают отправлять для разборки к гематологу, хотя, на мой взгляд, это вполне терапевтическая тема. Гинекологи иногда ведут, берут на себя ответственность, иногда они от нее открещиваются, как и хирурги, да, выявляя перед операциями, видя, что это железодефицит, они не назначают эти препараты. То есть это большая тема, да, которую можно развивать. Может быть, провести опрос врачей, да, готовы они назначать, не готовы. Я не знаю, как и вот здесь вот эту тему развивать. Хорошо, молодец, что она продлила курс, взяла на себя ответственность. Другие отправляют к терапевту, а то и к гематологу. Ну да, только единственное, курс феррумлека, то есть инъекционные формы, насколько я понимаю. Да, это инъекционная форма, да. Это, мягко говоря, не очень адекватно. Это, да, мы уже об этом сказали, что приоритет это пароральные и двухвалентные, поэтому это уже мы повторяемся. Здесь я бы подняла тему именно, какой врач назначает и как. Это интересно достаточно.